Достигай Израиль и весь мир Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные. Меня зовут Раби Шнайдер. Добро пожаловать на этот выпуск передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы будем рассматривать мессианские пророчества и книгу Исаии. Это третья часть нашего цикла. Я советую вам посмотреть первые два выпуска, если вы их не видели. Очень важно, чтобы вы понимали, что наша вера в Иисуса основывается на Ветхом Завете, который в иудаизме называется Танахом. Он состоит из Торы, первых пяти книг Библии, пророков, Невиим и Писаний, к которым относятся притчи и прочие. К Товиим. Именно от этих трех слов и появилось слово Танах. Мы взяли три согласные, Т и Тор, Н из Невиим, пророков, и Х, или звук ХК из Писаний, притчи и прочего, К Товиим. Мы рассматриваем Ветхий Завет в Танах и показываем, как Иисус открылся в нем. Одна из самых важных пророческих книг Ветхого Завета, книга Исаии, Матфей, автор Евангелия, использует Ветхий Завет так часто, как ни один другой автор, чтобы показать, что Иисус – Мессия. Основными слушателями Матфея были иудеи. Матфей цитирует Ветхий Завет чаще других авторов Евангелия, чтобы показать иудеям, что Иисус исполнил Ветхий Завет, что Он – Мессия. А пророк, которого чаще всего цитирует Матфей – это Исаия. Опять же, я советую вам посмотреть предыдущие выпуски, в которых я закладывал основания того, о чем говорил. А сейчас мы перейдем к книге Исаии и начнем рассматривать некоторые мессианские места. Главное наше место находится в 53 главе Исаии. Но прежде чем открыть Исаию 53 главу, я хочу показать вам, в какой полноте Исаия открывает нам Мессию. А вот почему Матфей так часто цитирует его. Сначала давайте начнем с Исаии 7 главы 14 стиха. Исаия говорит, «Итак, Сам Господь даст вам знамение. Вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя Ему Хаммую». Многие из вас связывают это место с Рождеством. Но это мессианское пророчество о Мессии. На самом деле Рождество — это празднование исполнения мессианского пророчества. Бог сделал то, что обещал. Он сделал так, что девственница зачела. Я хочу сказать тем, кто, возможно, не знает об этом, что традиционный иудаизм отвергает Иисуса как мессию. Я иудей. Я верю в мессию Иисуса. Но я представитель меньшинства. Очень мало иудеев верит в то, что Иисус — это мессия. Хотя это число растет, но в целом иудеи, верящие в мессию Иисуса, это меньшинство в иудейском обществе. Большинство не верит, что Иисус — мессия. Когда я или другой христианин цитирует иудею этот стих из Исаия, и так сам Господь даст вам знамение. «Вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Вот тогда традиционный иудей скажет вам, что на иврите «Дева» там сказано «Вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что означает «Бог с нами». Так вот, традиционный иудей, который знает Библию, хотя многие ее не знают, скажут, что на иврите «дева» или «алма» не обязательно означает «девственница». Это слово также может означать «молодую девушку». Но, по правде говоря, еврейское слово «алма», которое перевели в этом месте как «дева», может означать «дева» или «девственница». Оно переведено также и в других местах Писания. Этот стих не имел бы смысла, если бы здесь имелось в виду не «дева», а «молодая девушка». Иными словами, если бы этот стих перевели «ит», сам Господь даст вам знак. А вот молодая девушка в очреве примет и родит сына. Когда молодая девушка рожает сына, это не знамение. Это не что-то, что привлекает ваше внимание. А знамения привлекают ваше внимание. Если девушка родила сына, это не то, что привлечет ваше внимание. Но если девственница родит сына, это привлечет внимание. А вот почему Исаия называет это знамением. Я говорил о том, что мессианские пророчества не просто предсказывают будущее. Но и рассказывают о том, как Иисус исполнил историю Израиля, повторив ее шаблоны. Я говорил в прошлом выпуске, что еврейская история начинается с Авраама. Что еврейский род переходит от Авраама к Исааку и далее к Иакову. Я хочу, чтобы вы вспомнили рождение Исаака. Бог дал обетование Аврааму. Он сказал, «Авраам, в твоем семя не благословятся все народы». Авраам всю свою зрелую жизнь ждал, когда родится эта семя. Он знал, что это семя будет из его тела. Но ничего не происходило. Его жена Сара не могла зачать. Авраам впал в такое отчаяние, что вступил в отношения с ее служанкой Агари. Агарь забеременела. Но Бог сказал Аврааму, «Авраам, этот ребенок родится не через Агарь. Это семя придет не через Агарь, но через Сару, твою жена». Аврааму и Саре было около ста лет. Родить ребенка сто лет. В сто лет человек уже не может этого сделать. Бог является Сарем, которой было сто лет, и говорит Аврааму и Саре, «А в это же время, через год, у вас будет ребенок». Сара засмеялась, потому что это было невозможно. Она сказала, «Разве может женщина в сто лет, которая уже давно пережила возраст деторождения, родить ребенка». Но в то же время, через год, она родила Исаака. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Сверхъестественное обетование Бога Авраама исполнилось в его семени, которое началось с Исаака. Рождение Исаака было сверхъестественное. Его мать Сара зачала его в сто лет, когда она уже не была способна зачать целесно. Насколько более сверхъестественным было рождение Иисуса, самой уникальной сущности в мире. Бог продвигает концепцию сверхъестественного рождения еще дальше. И вместо того, чтобы ребенка родила женщина, которой за сто лет он делает так, чтобы девственница родила ребенка. Это девушка, которая не познала мужа, то есть мужчины. У нее не было близости. Иисус пришел в этот мир уникальным образом. А все потому, что Иешуа – самая уникальная сущность, которая только появлялась на нашей планете. Мы снова видим, что он о рождении Иисуса пророчествует в книге Исаии. Матфеи цитирует его в своей первой главе, 23 стихе. В Евангелии написано так, это говорит Матфеи, «Вот дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему, Эммануил, что означает «Бог с нами». Позвольте я напомню вам, это бы не было знамением, особым отличительным знаком от Бога, если бы родила обычная девушка. Но Иисуса родила девственница. С самого начала пришествия Иисуса в мир мы видим, как к нам приходит откровение, которое было дано за тысячу лет до этого. Шалому Браха, мир и благословение! Возлюбленные, в сегодняшнем выпуске я хочу поделиться с вами одной из своих любимых еврейских фраз. Она произносится так, «Безрат Хашем». Запомните, «Безрат Хашем». И означает «С Божьей помощью». Если вы помните историю Моисея, когда Господь призвал его, чтобы вывести свой народ из Египта, Моисей сказал Господу, «Если ты не пойдешь со мною, я не пойду». Моисей знал, что если он хочет пойти и быть успешным, то Бог должен быть с ним. Он нуждался в Божьей помощи. Не знаю, как вы, но я думаю, так каждый день. Я понимаю, что если Господь не пойдет со мною, я совершу ошибку и упаду. Вот почему мне нравится фраза «Безрат Хашем» с Божьей помощью. Давайте скажем ее вместе. Я хочу, чтобы вы повторили ее со мною. «Безрат Хашем». Еще раз давайте произнесем ее. «Безрат Хашем». С Божьей помощью. Возлюбленные, каждый день мы с вами полагаемся на помощь Хашеме. И с Божьей помощью мы будем плодовиты, будем процветать и влиять на эту землю ради Его славы. «Безрат Хашем». Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. «Всю жизнь я был колдуном. Я стал им из-за насилия в семье. Я устал от этого и убежал из дома. Я начал употреблять алкоголь и наркотики, расплачивался за это интимными услугами. Я жил так 32 года. А три года назад я отдал свою жизнь Иисусу Христу, и это случилось благодаря вам». Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного Царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Давайте продолжим. Мы откроем Исаию 9 главу и посмотрим 1 и 2 стихи. Послушайте Слово Божие. «Прежнее время умолило землю Зевулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею Язычевскую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих стороне тени смертной и светово сей. Это мессианское пророчество. В прошлых выпусках я говорил, что после того, как Иисуса распяли, его ученики были подавлены. Они думали, что планы Иисуса потерпел неудачам. Римляне распяли. Подавленные ученики шли по дороге в Имаус, когда к ним подошел Иисус, и открыл их разум к пониманию Писаний. Он показал ученикам все, что было написано о нем в Ветхом Завете. Иисус открыл их умы к пониманию того, что нельзя понять просто так нашим плотским разумом. И после всего этого я хочу перейти к Исаии. Исаия – это мессианская книга. Исаия говорит о сверхъестественных вещах возле Галилейского моря. Он говорит немного. Это скрытая информация для тех, у кого нет откровения. А теперь посмотрите, что говорится у Матфея. Он использует этот стих из Исаии, который я только что цитировал. Он повторяет его. Я понимаю, что это не простое учение, но оставайтесь со мною. Бог откладывает сокровища вашим сердцем. Возможно, сейчас вы путаетесь в деталях, но вы примете нечто важное, когда увидите, как Бог Израиль дал нам свой план еще в пророческих книгах Ветхого Завета. Итак, Матфей 4 глава с 12 по 17 стих. «Оставив Назарет, пришел и посолился в Капернауме Приморском. Я только что читал вам из Исаия, что все это будет происходить у Приморского пути. А затем он называет те же города. Он говорит о земле Завулона и Нефалима. Он говорит, что люди увидят великий свет. Итак, Матфей цитирует пророчество Исаии. «Пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Разбудется реченное через пророка Исаия». И что же делает Матфей? Он цитирует фрагмент из Исаии, который я только что прочитал. Исаия говорит, что основное служение Мессии будет происходить вокруг Галилейского моря. И так оно и было. Матфей цитирует Исаию, говоря, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом». Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной высиял свет». А затем мы читаем, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Часто, когда мы думаем об Израиле, мы с романтизмом смотрим на Иерусалим. И в этом нет ничего плохого, потому что Иерусалим и есть город Великого Царя. Он действительно прекрасен. Иерусалим – это чудесный город, земля пророческой судьбы, прошлого, настоящего и будущего. Но я хочу, чтобы вы поняли вот что. Большая часть служения Иисуса проходила не в Иерусалиме, а в Галилее. Мне нравится, что Исаия говорит не только о рождении Иисуса, но и о том, что его служение будет происходить в Галилее. Интересно то, что в самих Евангелиях мы читаем о рождении Иисуса, о том, как он пошел в храм на Пасху со своими родителями. А после этого мы переходим к его служению, которое начинается с того, что его крестят в Иордане, и он начинает служить в Галилее. И то основание, с которого Исаия дает свое пророчество, полное соответствие того, что мы видим в жизни Иисуса, которую описывает Евангелие. Послушайте, что говорит сам Исаия. Он несет свет Мессии и евреям задолго до рождения Иисуса. Это 9 глава, 6 и 7 стихи. Посмотрим вместе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне до века. Ревность Господа Сабаофа соделает это». Это Исаия, 9 глава, 6 и 7 стихи. Здесь мы видим мессианское пророчество о том, что Мессия придет на землю, дабы установить истину, правительство и правление в мире. Единственный, кто может сделать это, сам Бог. Вот почему Писание говорит у Исаии в 7 главе, что нам родится ребенок, которого назовут Эммануил, Бог с нами. Я хочу, чтобы вы поняли это. Мы, верующие в Иисуса, понимаем, что Мессия, Бог воплотит. Эммануил, Бог с нами. Это Бог воплотит. Иоанн говорит нам в Евангелии от Иоанна следующее, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанн говорит нам, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. А затем Иоанн говорит, «И Слово стало плотью». Кто же стал плотью? И мы, последователи Иисуса, знаем, что Иисус – это Бог во плоти. Мы понимаем, что Мессия – это Бог во плоти. Но в традиционном иудаизме не верят в то, что Мессия – это Бог во плоти. Они верят в то, что у Мессия будет харизматическая личность. Он будет помазан для того, чтобы вернуть иудеев к соблюдению Тора. Но они отвергают представление о том, что Мессия – это Бог во плоти. Но сама еврейская Библия говорит нам, что когда Мессия придет, он будет Богом, облегшимся в плоти, и нарекут имя Ему – «Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Бог во плоти. Никого не могут назвать чудным советником, Отцом Вечности, Богом Крепким, кроме самого Бога. Иисус исполнил эти древние пророчества. Это не просто помазанный человек, который вернет людей к соблюдению Торы. Нет. Мессия – это Бог во плоти. Давайте посмотрим еще одно местописание. Я читал вам девятую главу, а теперь посмотрим одиннадцатую главу Исаии. «Трава сохнет, и цветы вянут». Но Слово Божие пребывает вовеки. Послушайте Слово Божие. С первого по десятый стих. «И произойдет отрасль от корня Иесеева. И ветвь произрастет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и Духом уст своих убьет нечестивого. «И будет припоясанием чресел его правды, и припоясанием бедра его истина. Тогда волк будет житься вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицуем, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть салон. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Мои, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корм Иисеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Безусловно, это мессианский век, в котором Мессия будет управлять землей. Возлюбленные. Это принесет процветание, о котором мы читаем в книге Откровения. Книга Исаии уникальна в том, что она показывает нам пришествие, рождение, служение и славу Мессии на земле. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске. Мы углубимся в книгу Исаии и концепцию мессианских пророчеств. Я покажу вам четыре мессианские песни в книге Исаии. Вы бы не хотели пропустить это. Люблю вас, и пусть Бог благословит вас. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхва, Бог Израиль, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостью к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, выслите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнса и словом свидетельства своего. Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте статистические факты, стоящие за этим величим разделением. Рабби говорит о том, что двери религи, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знамением мессии и иудеем. Узнайте, как соединены между собой иудеем, и как Иисус совершает иудаизм. В следующий раз на нашей передаче Рабби расскажет о том, как Исайя не только пророчествовал о том, где и как появится Мессия, но и о том, где будет Его земное служение. Я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Мы каждый день ставим Его на первое место в своей жизни. Мы следим за своими мыслями, осознанно фокусируемся на правильных вещах. Следим за своими словами и за тем, что мы смотрим по телевизору. Все это важно для Бога, включая также и наши финансы. Вот почему на протяжении всей Библии мы видим, как люди, любящие Бога, почитали Его своими финансами, начиная с Авраама. Если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудио проповедь Рамина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, селевидение и кроссейдер. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансами. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Замещание». Вы получаете наседание в мире и обновления через проповедь Рамина. Если вы получаете благословение через проповедь Рамина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Рамина, зарядить тело Христа, созидать церковь и благовестным этому миру. Благодаря вашей поддержке и служения у Миндавая Великого Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемен Иисус и готовим путь для возвращения. www.discoveringthejewishjesus.com Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».